О самом интересном и важном в Нижнегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. В Нижнем Новгороде открылся форум креативных территорий. Держинец оформил социальный контракт и открыл мастерскую по изготовлению мебели. Героям СВО с позывным юрист движут самые благородные цели. На Нижегородской ярмарке открылся форум креативных территорий. Место, где собрались мастера народных художественных промыслов и профильные эксперты. В то же время главная задача форума – обмен лучшими практиками в отрасли и формирование стратегии развития регионов. В планах экспертные и стратегические сессии, экскурсии, пострелки, пленарные заседания и мастер-классы. Также в первый день запланировано вручение премии на родному – презентация бренда народных художественных промыслов региона. Еще на месте развернута выставка изделий мастеров Нижегородской области. Форум пройдет с 15 по 17 августа. Мы действительно в рамках этого форума все время через запятую пытаемся произносить то народно-художественные промыслы и креативные индустрии, то креативные индустрии и народно-художественные промыслы. Но задача была изначально, в начале этого проекта, чтобы мы не сваливались исключительно в прошлое, а выстраивали мост от прошлого к настоящему и, конечно же, в конечном итоге в будущее. Александр Гаврилин давно мечтал начать собственное дело – открыть мастерскую, где бы мог изготавливать мебель. Вот только средств на нужное оборудование постоянно не хватало. Поэтому решил обратиться в управление соцзащиты. И дело пошло. Это очень значимый момент произошел в нашей жизни. Действительно этого хотели, это обдумывали и решили попробовать. И получается не зря. Получилось самореализоваться, заниматься своим делом. На развитие мастерской Александру Гаврилину выделили 350 тысяч рублей. Хватило на швейную машинку, раскроенный стол и нож, оборудование для распилки дерева, обивочный пистолет, дрель и компрессор. Самое необходимое – теперь под рукой готовые стулья уже в продаже. И останавливаться на этом Александр не собирается. Сейчас потихонечку начали развивать диваны. Работа с деревом нравится. Соответственно, нравится делать такие изделия. Ну и людям нравится. Оставляют отзывы, пишут, благодарят. Программа «Социальный контракт Нижегородской области» реализуется уже три года. За это время заключили более 15 тысяч договоров. Десятки тысяч граждан смогли получить соцконтракт и либо открыть свое дело, либо найти работу, в том числе поддерживаем тех людей, которые ищут работу, либо это помощь просто в трудной жизненной ситуации отдельным семьям, отдельным людям. Чтобы получить социальную поддержку, нужно обратиться в Управление социальной защиты. С полной информацией можно ознакомиться на сайте minsocium.ru. Служба информации Анастасия Соколова, Максим Веселов. Благородство, мужество, вера в отчизну. То, что движет бойцами на передовой. Один из таких героев – уроженец Татарстана с позывным «юрист». Доброволец учился на юрфаке и переехал в Нижний Новгород, чтобы работать по специальности. При объявлении мобилизации решил, что его смекалка и острый ум пригодятся родине на передовой. Отправился на СВО в качестве добровольца. Признается, что труд бойцов оплачивается достойно. За время службы защитник приобрел новую квартиру. Боец считает, что главная цель службы – самая благородная – ликвидировать нацизм. Сделать все, чтобы приблизить конец украинского нацизма. Чтобы наконец-то на многострадальных землях Украины воцарил мир. Чтобы мирные люди жили мирно. Чтобы никто, скажем так, не делал им плохо. Новое российско-белорусское производство в сфере электроники будет открыто на Бару на площадке технопарка «Волга». Соответствующее соглашение на взаимовыгодную кооперацию подписано. Как было отмечено на встрече, это важный шаг в развитии отрасли в формате союзного государства. На сегодня Нижегородский технопарк «Волга» считается одной из флагманских отечественных площадок. Туда уже зашли пять резидентов. Уже вложено резидентами более миллиарда рублей из общего объема заявленных средств. Уже приобретено коллективное оборудование для центра коллективного пользования. То есть логика какая, что вот это оборудование, которое приобретается, им будут иметь возможность пользоваться, к нему имеют доступ как раз все резиденты. И в рамках своей производственной деятельности для производства различных изделий в сфере радиоэлектроники не требуется на постоянной основе 24 часа в сутки тот или иной станок. Фактически мы делаем тот шаг, который нам позволит как раз говорить не только об импортозамещении, а именно уже о развитии своих компетенций. Очередная группа контрактников направилась на учебный полигон для боевой подготовки перед отправкой в зону специальной военной операции. Нижегородцы и жители других регионов страны ежедневно приезжают в центр набора добровольцев, чтобы заключить военные контракты и помочь своим товарищам. В нашем регионе работает механизм заключения военно-социальных контрактов. Они дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений, а также другие виды поддержки. Предусмотрено и индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего. Для тех, кто оформляет контракт в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная выплата сейчас составляет 1 миллион 205 тысяч рублей. Регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, в том числе регулярно отправляя в зону СВО гуманитарные грузы. Я патриот, и у меня друзья там служат, у меня брат служит. Я решил тоже пойти по их следу. У меня дедушка военный был. Другой дедушка в полиции служил. Служил дяде тоже в полиции. Я давно хотел служить в родине. Как пишут на банах настоящая мужская работа, так оно и есть. Все отнеслись позитивно. Говорят, что гордятся мной. Всю жизнь мечтал, по-моему, попасть в 15-наз. Вот мечта, видимо, сбылась. По приезду сюда мне предложили пройти обучение в Центре Сталь, в Центре специального назначения Сталь. Цель и задача, как и любого солдата и командования, естественно, приблизить победу. Задача конкретная на каждый день – недопущение обстрелов именно на наших территориях. Держать основные рубежи и не дать врагу посягнуть на нашу с вами родину. Старая автостанция на улице Советская знакома почти каждому нижегородцу. Это небольшое, абсолютно ничем не примечательное пространство недалеко от московского вокзала. Однако пару дней назад это место обрело особую историческую значимость для нашего города. Во время земляных работ здесь обнаружили Триумфальную арку и мостовую 19 века. К нам были проведены работы по вскрытию шурхов. В процессе были найдены останцы, предположительно какие-то исторического здания, на данный момент неизвестно. Все работы велись в связке с археологами. По словам главы города Юрия Шалабаева, предположительно арка была построена к приезду Николая II в 1896 году перед Всероссийской промышленно-торговой и художественной выставкой. Когда-то через эту арку с золотыми макушками и бойницами глава государства вместе со своей женой заезжал на знаменитую Нижегородскую ярмарку. На протяжении последних лет в городе Нижнем Новгороде очень сильно обращено внимание на объекты культурного наследия. И по поручению главы города Юрия Владимировича Шалабаева было принято решение по восстановлению данного объекта. После находки работы были остановлены, а необходимые материалы направлены специалистам для дальнейшего изучения. Сооружение, по предварительным данным, носило не капитальный характер само. И, к сожалению, какие-либо чертежи его на сегодняшний день не сохранились. Фундаментная часть позволяет судить, во-первых, о нагрузке, которая была данным сооружением, которое планировалось. Но в данном случае не более того. То есть можно пытаться конструировать с учетом фотографий, определять пропорции, но это будет достаточно неточно. Разговоры о воссоздании истории появились намного раньше. Еще в 2017 году активисты создали петицию на тему восстановления и строительства данной арки как исторического и культурного объекта нашего города. Правда, петиция не увенчалась успехом, потому что архитекторы сказали, что построить данную конструкцию без подлинных чертежей, которые утеряны, практически невозможно. Сейчас, конечно, ситуация стала намного лучше. Мы уже видим основание данной арки. Но, правда, пока что судить, поможет ли это воссоздание, довольно сложно. В любом случае, это уже хорошая находка для истории и архитектуры нашего города. Служба информации Наталья Зуева, Николай Прохоров.